Систему QR-кодов на Белгородчине продлевают еще на две недели, до 6 декабря. Такое решение принялись сегодня на заседании Координационного совета по ковиду. По информации Роспотребнадзора, нерабочие дни, двухнедельные школьные каникулы и QR-коды несколько стабилизировали ситуацию. Заметно выросли темпы вакцинации по сравнению с сентябрем втрое. Однако нагрузка на здравоохранение не уменьшается. Если в феврале в ковид-госпиталях было развернуто 870 коек, то сегодня 3606, и они заняты на 90%. Власти надеются, что ограничения помогут переломить ситуацию. Напомним, сотрудники и посетители Организации сферы услуг должны иметь QR-код или справку о перенесенном ковиде или отрицательный тест. Он действителен 72 часа. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева уточнила, что медотвод не освобождает от сдачи ПЦР-теста для посещения общественных мест. Цитата. Это никакая не дискриминация. Мы же оберегаем лиц старше 65 лет. Оберегаем. А здесь лица с небольшим перечнем показаний для отвода прививки от коронавирусной инфекции. Это тяжелые заболевания. И, как правило, не в стадии ремиссии, а в стадии обострения. Возникает вопрос, как такие лица вообще могут выходить на улицу и подвергать свою жизнь опасности. Это все не с целью дискриминировать население, а защитить его. Конец цитаты.